Привет, друзья! Как я и обещала в видео про катастрофу Шаттла Челленджер, я продолжаю цикл видео про космические катастрофы. И сегодня я расскажу о катастрофе Шаттла Колумбия, которая произошла в 2003 году. Почему гибель астронавтов была предрешена чуть ли не сразу после старта? Какую роль в этой трагедии сыграла катастрофа Челленджера и возможно ли выжить в такой страшной катастрофе? Вы узнаете в этом видео. Колумбия – это многоразовый транспортный космический корабль НАСА и первый экземпляр корабля системы Space Shuttle, летавший в космос. Строительство Колумбии было начато 27 марта 1975 года, а уже через 4 года Колумбия была передана в эксплуатацию НАСА. Шаттл был назван в честь парусника, на котором капитан Роберт Грей в мае 1792 года исследовал внутренние воды Британской Колумбии, ныне штата США, Вашингтон и Орегон. Колумбия была тяжелее шаттлов, построенных позже, поэтому у нее не было стыковочного модуля. Во время выполнения полетов Колумбия не стыковалась ни со станции МИР, ни с МКС. И первая стыковка с МКС была запланирована на 13 ноября 2003 года в СТС-118, соответственно, следующим полетом после катастрофы. Как вы уже поняли, этого не случилось. Шаттл Колумбия 28 раз летал в космос, провел в космосе 300 суток, совершил 4808 оборотов вокруг Земли и пролетел в общей сложности 201,5 миллионов километров. Кстати, в его честь названы холмы Колумбии на Плутоне. 1 февраля 2003 года рейс СТС-107, это был на секундочку 28-й полет шаттла Колумбия, возвращался на Землю с орбиты после 16-суточного полета. В составе экипажа рейса было 7 человек. Командир Рик Хасбанд, пилот Уильям Маккул, а также специалисты Майкл Андерсон, Дэвид Браун, Лорел Кларк, Илан Рамон и Колпана Чавла. Шаттл должен был приземлиться на уже знакомый нам космодромном мысе Канаверал во Флориде, но за 16 минут до посадки связь с Колумбией оборвалась. В этот момент шаттл находился на высоте 61 километр от поверхности Земли и двигался со скоростью 20 тысяч километров в час. В центре управления полетами НАСА пока что никто ничего не знал. Потеря радиосвязи при сходе с орбиты явление естественное, а вот над Северным Техасом уже видели, что происходит что-то не то. В этот момент включилась радиосвязь и корабль ответил на вызов с Земли голосом командира Рика Хасбанда. Вас понял. Дальше последовало неразборчивое междометие и связь оборвалась окончательно. Колумбия потеряла устойчивость, закрутилась и рассыпалась на куски на высоте около полусотни километров. От момента потери управления до момента гибели экипажа, или проще говоря до распада кабины шаттла на части, прошла 41 секунда. Все телеканалы Америки прервали передачи и показывали отваливающиеся в воздухе части от идущего на снижение космического корабля «Колумбия». Все члены экипажа погибли. Астронавты не могли катакультироваться с борта космического корабля, так как «Колумбия» не обеспечен индивидуальными средствами спасения астронавтов. Из-за чего произошла катастрофа? Вернемся в 16 января 2003 года. Судьба шаттла «Колумбия» по сути решилась не 1 февраля при входе в атмосферу, а еще 16 января, примерно на 82 секунде после старта. Внешний топливный бак челноков покрывался термоизоляционным покрытием. Выбор пенополиуретана в качестве теплоизоляции топливного бака был обусловлен многими факторами. Во-первых, ППУ – сверхлегкий материал и не будет создавать лишние нагрузки на топливный бак. Во-вторых, это тепло- и морозостойкий материал. Ну и в-третьих, это превосходный теплоизолятор и герметик. В результате научных исследований топливный бак шаттла был покрыт 2,5-сантиметровым слоем пенополиуретана, который был специально разработан специалистами НАСА. Данной толщины изоляционного слоя было достаточно, чтобы обеспечить оптимальную теплоизоляцию топливного бака. При этом сохранив низкий вес и одновременно увеличив прочность и жесткость всей конструкции бака. Изоляционный слой также предохранял алюминиевую оболочку от образования льда и аэродинамического нагрева. В то же время, при таких сложных условиях, сохранял крайне низкую температуру жидкого водорода внутри бака. Это минус 253 градуса по Цельсию. Так вот, из-за вибраций от обшивки внешнего топливного бака отлетела плитка теплоизоляционной пены. Этот факт был зафиксирован видеозаписью, которую спустя два часа после старта отсмотрели, но не нашли в ней ничего криминального, так как минимум при четырех стартах шаттлов уже происходили подобные вещи. Однако, как выяснилось уже после катастрофы, отлетела теплоизоляция крайне неудачно. Плитка врезалась прямо по композитной панели на левом крыле Колумбии. В результате, в упрочненном композите образовалась дыра ориентировочным размером 15-25 см. Однако, на тот момент никто этого не знал. И возможности осмотреть корабль, чтобы найти какие-то повреждения, просто-напросто не было. И тем не менее, сам факт того, что плитка теплоизоляции отлетела и могла повредить корпус корабля, инженеры НАСА не отрицали. Более того, некоторые из них особенно активно настаивали на этой пессимистичной версии. В распоряжении специалистов НАСА был инструмент по симуляции удара мелких снарядов, например, кусочков льда теплозащитный слой. Инструмент при этом имел несколько недостатков и упущений. В частности, он предназначался для оценки повреждений, оставляемых маленькими, размерами с горошину кусками льда, а не большими кусками теплоизоляционной пены. Но даже с этими допущениями выкладки показывали, что в одном из 15 случаев термозащитный слой из углепластика пробивался насквозь. В электронной переписке руководство задавало вопрос, может ли быть более низкая плотность теплоизолирующей пены смягчающим фактором в случае оценки повреждений панелей. Несмотря на сомнения инженеров о возможности большой энергии удара пены, руководство уверилось, что сквозной пробой панели из углепластика маловероятен. Руководство управления миссией посчитало, что удар теплоизоляционной пеной не является критически опасной ситуацией, вследствие чего отменило один из запросов Министерства обороны о предоставлении изображений находящегося на орбите челнока для оценки полученных повреждений. Как и в случае с катастрофой Шаттла Челленджер, а напомню, между этими двумя катастрофами прошло 17 лет, руководство НАСА не смогло адекватно оценить опасения специалистов о возможном повреждении и не отреагировало должным образом на запросы инженеров о возможном визуальном осмотре вместо удара. Отмечается, что технические специалисты трижды направляли запрос в Министерство обороны США для получения изображений. Руководство НАСА не содействовало запросам, а в некоторых случаях вмешивалось во взаимодействие, не давая представителям военного ведомства оказывать необходимую помощь. А руководство полета, тем не менее, выбрало другой вариант. Во-первых, они отталкивались от того, что аналогичные отлетевшие плитки ранее не приводили к серьезным повреждениям. Во-вторых, руководство НАСА отлично понимало, что если критическое повреждение уже нанесено, помочь экипажу Колумбии невозможно. Скафандров для выхода в открытый космос в этом полете на борту не было, а значит, заклеить дыру, даже если бы ее нашли, хоть чем-нибудь было гарантировано невозможно. Стыковочного узла для МКС у Колумбии не было. Как я уже говорила ранее, по иронии судьбы, этот узел должны были поставить на шаттл перед следующим его запланированным полетом в ноябре 2003 года. Но, однако, даже если такое устройство и было бы, то переход к МКС по условиям полета представлял собой нетривиальную задачу. И, наконец, спасательная операция в виде подъема нового резервного спасательного корабля с сокращенным экипажем была невозможна. Автономность шаттла на орбите не превышает двух недель. За это время подготовить второй челнок просто нереально. Да и если и так все работает, зачем тратить больше, не правда ли? 1 февраля 2003 года в 8.15 челнок Колумбия начал свой спуск на Землю. В 8.44 челнок начал выходить в плотные слои атмосферы. По данным МАЦ, а МАЦ – это дополнительная система фиксации показаний бортовых датчиков, которая выполняет роль черного ящика, передняя кромка левого крыла начала нагреваться значительно сильнее, чем это было в прошлые полеты Колумбии. В 8.50 Колумбия выходит в 10-минутный период, во время которого корпус корабля подвергается наиболее тяжелым тепловым нагрузкам. И уже через 3 секунды от крыла начали отваливаться обломки. Переговоры позволяют нам понять, какая работа проводилась инженерами НАСА после того, стало ясно, что то самое повреждение, полученное при запуске космического челнока, может помешать его приземлению. Первое сообщение о неполадках поступило от оператора технического обслуживания Джеффа Клинга, который сказал, что неожиданно и без видимых причин пропали данные 4-х различных температурных датчиков левого крыла шаттла. Это произошло за 6-7 минут до гибели Колумбии. Затем директор полета Лерой Кейн спросил, связаны ли между собой данные этих датчиков, на что Джефф Клинг ответил отрицательно. По его словам, связи между этими датчиками нет, что означает общие неполадки, а не нарушение работы отдельной системы. Чуть позже оператор систем навигации управления Майк Сарафин сообщил, что крыло шаттла столкнулось с большим сопротивлением воздуха. Специалист, однако, отметил, что не видит в этом ничего экстраординарного. Далее следует неотчетливая фраза кого-то из членов экипажа Колумбии. И практически одновременно Джефф Клинг сообщает о том, что давление в шасси корабля падает. Об этом сразу же было сообщено на космический челнок. Ответ командира экипажа шаттла Рика Хасбанда резко прерывается. Это произошло в 8-59. Затем операторы, контролирующие полет, стали сообщать о других проблемах в управлении шаттлом, которые появлялись по ходу полета. О несильных ударах по хвостовой части корабля, о том, что перестали поступать сигналы с носового и основного шасси. Позже перестали поступать сигналы с других сенсоров и усилился наклон корабля влево. Операторы предприняли попытки связаться с Колумбией, однако ответа с шаттла не поступило. После этих попыток директор полета отдал указания сотрудникам не покидать с этого момента свои рабочие места. Были также категорически запрещены все телефонные звонки. Инженеры также должны были сохранить данные компьютеров, на которых работали, после чего составить персональные отчеты о работе. Никаких звонков из этой комнаты, все обсуждения только здесь. Все записывается, поэтому никаких контактов извне быть не должно. К 9.00, по данным любительской видеосъемки, челнок уже разваливался на множество обломков. И только через 12 минут в Центр управления полетами поступает информация, что один из телеканалов в Хьюстоне демонстрирует в прямом эфире кадры разрушения шаттла. В Центре управления полетами объявляется угроза потери корабля и начинается аварийная процедура. Ни один сотрудник Центра не знал и не видел того, что наблюдали тысячи жителей Восточного Техаса и Луизианы. В 200 милях к северу шаттл разваливался на куски. Как оказалось, при сходе с орбиты пришло время дыры в композитной защите. Передняя кромка крыла очень нагруженный с тепловой точки зрения участок. Дыра в местной теплозащите равносильно катастрофе. Что и произошло. Локальный разогрев, отходит еще несколько плиток и плоскость начинает разрушаться. В этом районе крыла укрывались посадочные шасси. Их шины просто взорвались от перегрева. Астронавты же получили лаконичный сигнал в потере давления в шинах. И из ниши шасси ударила струя раскаленного газа, окончательно доламывая крыло. В 2008 году был опубликован доклад, в котором НАСА довольно детально описала все происходившее на шаттле. И даже если закрыть глаза на отлетевшую изоляцию, на повреждение крыла, то выяснилось, что наиболее интересное крылось в кабине корабля. Заключение, составленное по материалам расследования, гласит, разгерметизация кабины произошла столь стремительно, что члены экипажа потеряли сознание до того, как успели включиться в средства защиты. В момент катастрофы у троих астронавтов отсутствовали перчатки. И это старая история. Работать с переключателями приборных досок шаттлов в перчатках сложно. Поэтому их было положено надевать, но на самом деле происходило это далеко не всегда. Один из астронавтов сидел без шлема, а щитки шлемов не были закрыты ни у кого. Причина в том, что закрытие щитка автоматически включает подачу в скафандр кислородные смеси, а это может приводить к утечкам кислорода в атмосферу кабины и опасности пожара. После того, как в 1967 году на тренировке в Аполлоне-1 сгорели три человека, американские астронавты крайне настороженно относятся к кислородному оборудованию. После первоначальной потери управления давление в кабине Колумбии оставалось нормальным, и экипаж не был выведен из строя. В этот период экипаж попытался восстановить управление шаттлом, но когда Колумбия вышла из-под контроля, орбитальный аппарат отклонился вправо, подвергая его нижнюю часть экстремальным аэродинамическим силам и заставляя его разрушаться. Сброс давления начался, когда носовая часть шаттла отделилась от средней через 41 секунду после потери управления. Экипаж моментально потерял сознание из-за массивной баротравмы легких, эбулизма и прекращения дыхания. Однако все свидетельства указывают на то, что ошибка экипажа никоим образом не является причиной распада орбитального аппарата, и они действовали правильно и в соответствии с процедурой при первых признаках проблем. Некоторые из членов экипажа не были в перчатках или шлемах во время выхода в атмосферу. Некоторые из них не были закреплены на своих местах. Выполнение этих действий не увеличило бы их шансы на выживание, кроме возможно сохранения их жизни и сознания еще на 30 секунд или около того. После этого такая незначительная мелочь, как невозможность автоматического раскрытия индивидуальных парашютов, а как раз таки эта система спасения требовала от астронавтов сознательного участия, уже не важна. Да и в том случае, если бы астронавты при разрушении кабины были хорошо закреплены в своих лыжементах и защищены, пережить дальнейшее у них не было абсолютно никаких шансов. Корабль лег на землю узкой полосой обломков, вытянутой в юго-восточном направлении к Мексиканскому заливу на территории штата Техас. Обломки космического корабля были обнаружены в восточном Техасе, Западной Луизиане и Юго-Западном округе Арканзаса. Помимо частей шаттла и оборудования, поисковики также обнаружили части человеческих тел, включая руки, ступни, туловище и сердце. Большая часть местности, которую обыскивала команда, была покрыта густым лесом и была труднопроходима. Тела пяти из семи членов экипажа Колумбии были найдены в течение трех дней после распада шаттла. Последние два были найдены через 10 дней после этого. Во время обысков в результате крушения вертолета погибли еще три человека – специалисты по поиску обломков. Кстати, после крушения челнока есть выжившие. Никому и в голову не могло прийти, что кто-то мог уцелеть после такой чудовищной катастрофы. Тем не менее, чудо произошло. Единственными выжившими при катастрофе оказались черви-нематоды. Это круглые черви около 1 мм длиной, обнаруженные в алюминиевых контейнерах. Их выращивали на орбите во время биологических экспериментов. Подопытные живые организмы, находившиеся на борту злополучного челнока, оказались гораздо живучие, чем кто-либо мог подумать. Нематоды, совершавшие космический вояж в специальных алюминиевых контейнерах, смогли перенести все. И высокие температуры, до которых должно было разогреться их жилище при вхождении в атмосферу, и тысячекратные перегрузки, вызванные столкновением падающих фрагментов с Землей. Этот факт подтверждает гипотезу, согласно которой на метеорите, проходящем сквозь атмосферу, может сохраняться жизнь. В точности также биоматерия может оказаться на других небесных телах, будучи случайно занесенной туда земными космическими кораблями. Сразу после катастрофы цены на товары, связанные с Колумбией, такие как программы, фотографии и эмблемы, резко возросли. Кроме того, на онлайн-аукционе eBay стали распродавать разграбленные обломки шаттла, так как среди тысяч добровольцев, прибывших в Техас, чтобы принять участие в работе по сбору останков, находились и те, кто незаконно присваивал их себе. Однако во время периода амнистии довольно много людей звонили по поводу передачи собственности в НАСА, в том числе тех, кто имел обломки после аварии Челленджера. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Как мне кажется, действительно, судьба астронавтов была предрешена еще за 16 дней до их гибели, и, возможно, они даже и не подозревали о том, что домой живыми они не вернутся. Что вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях, обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, пусть и они узнают для себя что-нибудь новое. И, как всегда, с вас лайк, подписка на канал, и я вас жду на этом канале каждую неделю с новым выпуском. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok